Это центральная дорога в новообразованном городе Кошше. Её, по словам жителей, начали ремонтировать весной. Изменится ли состояние этой дороги от того, что Кошше стал городом? Решится ли скорее многолетняя проблема с водой, канализацией и электроэнергией? Эти вопросы волнуют жителей Кошше, нового города областного значения на карте Казахстана. 15-20 минут езды до столицы и 80 тысяч жителей. Центральные улицы Кошше поначалу напоминают частный сектор Нурсултана. Но вездесущая пыль, плотно растущий сорняк и отсутствие камеры дорожных знаков быстро возвращают в атмосферу пусть даже большого, но села. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Многоэтажные дома, возникающие в последнее время тут и там в Кошше, как будто подсказывают, что это город. Но при близком рассмотрении одной такой новостройки становится понятно, что контроль здесь явно не городской. К примеру, жители девятиэтажного комплекса «Сиреневый сад», среди которых есть инвалиды и беременные, уже год живут без лифта. Вот лифтовая шахта. Она пустая. Мы когда приобретали квартиру, лично я когда приобретала квартиру, я покупала квартиру по ипотечной программе. Когда я ее приобретала, нам сказали, лифт будет к концу года. Приобретали мы ее летом. И получается, заселились в ноябре. До конца года не было и до сих пор нет лифта. Ахмарал Кинжибаева проводит экскурсию по новому дому и говорит, что лифт не единственная проблема. Двор Сиреневого сада будто после бомбежки. Все перекопано, местами из-под земли торчит арматура. В непогоду по двору сложно ходить из-за грязи, а зимой из-за сугробов. Год назад во время вручения новоселом ключей от квартир глава Акмолинской области Ермек Маржикбаев, по словам жильцов, обещал, что придомовая территория будет благоустроена. Но ничего с тех пор не изменилось. Во благоустройство не начато. Щебенка как валялась, так и валятся. Как и штыри лежали, торчат, так и торчат. Взрослые люди своих детей не могут отправить просто на улицу без сопровождения. Они не могут ходить, потому что, не дай Боже, куда-нибудь наткнется. Куда более запущенным выглядит Акимат Коши. На заросшем бурьяном заднем дворе кладбище дорожных знаков. Кабинет Акима закрыт. Приемную облюбовали мухи. По словам сотрудников, Аким якобы приболел, а его заместитель Парасат Дусмагамбетов находится на выезде по дорогам. Специалист Акимата ничего комментировать не стал. Нет, я комментарий давать не уполномочен. Поэтому лучше Парасат Мусабека, чем свяжитесь с заместителем Акима. Заместитель Дусмагамбетов на звонки по двум номерам в течение дня так и не ответил. Возможно, из-за таких игнорирований и обращений граждан местное сообщество в соцсетях часто критикует Акимат и обвиняет в бездействии. Есть в Акимате и внутренние проблемы. Сейчас его проверяет комитет внутреннего госаудита Минфина на предмет законности госзакупок. А пока о том, что теперь изменится в Кошше в соцсетях, рассказал депутат Целеноградского районного маслехата Айден Турибаев. Например, сказал он, появятся собственные городские службы, а бюджет города увеличится почти в 10 раз. Прямой, текелей, областық бюджеттен трансферлер түсет, сонда республиканский бюджеттен текелей трансферлер түсет. Пятого августа депутаты Маслехата и руководство области должны утвердить нового Акимы города Кошше. А пока у жителей все больше и больше вопросов к властям. Какая разница перед словом Кошше буква П маленькая стоять, поселок означать, или городской статус город Г стоять, если у него не будет положения людей, их состояние, их условия не будут на должном уровне, соответствующий городскому статусу, если мы так же будем возиться в своих мышиных норах и ничего с места не сдвинется, зачем тогда он нам город? Тогда пусть уж и остается поселком. Я думаю, если государство печется о своих жителях, оно же должно уже заботиться, несмотря на то, что это поселок или город. Продолжение следует...